Семинары. Мы говорим, что в районе много населенных фронтов, много сел и поселков, более 50, поэтому мы начинаем организовывать с уровня администрации районов, чтобы одновременно система начала работать или дошла до каждой территории. Поэтому, так первое, создается организационная группа в районной администрации и в сельских поселениях. Есть 18 сельских поселений, у которых есть по 3-4 деревни, поселка, села. То есть сразу организовываются организационная группа. Те, кто могут быть в первую очередь специалистами администрации во главе, и дальше собираются те, кто занимается бизнесом, кто занимался когда-то, кто что-то хочет сделать на территории. То есть люди, которые могли бы что-то организовать. В всех поселениях проводятся организационные собрания по созданию общины. То есть, в принципе, людей необходимо собрать, и общину, ее надо официально определить. Это уже статус, за который там все голосуют, и предпринимать какую-то уже этим голосованием, на себе ответственность. Община у нас создана. Есть руководство общины, есть группа, которая ее возглавляет. Это для чего, чтобы уже был статус так понятен. Значит, на этом же собрании можно уже начать обсуждение как проблем территории и, возможно, так уже отбор каких-то мыслей на этом же собрании. Значит, в каждом эти группы под общин, организационные группы, значит, инициатив под жителей. Все-таки пусть высказутся. Кто-то скажет неинтересно, а кто-то что-то может быть предприводит, потому что у нас желание всех учитывать. Определение потенциала территории. Что у кого есть? У кого-то много земли пустует, у кого-то есть техника, которая не работает, у кого-то кто-то раньше очень сильно занимался переработкой ягод, грибов, кто-то рыбу ловит. И есть свои озера, есть свои угодья лесные, где сам не может это все освоить. Потенциал определен. И все-таки вернуться к теме, выявить тех успешных людей, которые уехали с территории или там оставить у кого-то родителей. Только иметь какие-то корни, которые добились успеха в бизнесе, в первую очередь в бизнесе. И увязать проблемы территории, положения жителей и с их возможностью, возможно, кто-то и зацепится по своим интересам. И привлечь в плане патриотизма, вернуться на свою территорию и, возможно, помочь ее развить. Ну и, да, значит, объединил предпринимателей, собрал предложения, организовав структуру, все-таки выйти на составление так планов по конкретной территории. Вот намерские планы, по которым, конечно, начинать работать, пытаться реализовать то, что необходимо для данной территории. Мы берем, что все-таки развитие должно быть. Не может быть, чтобы был такой труд, чтобы был потрачен пустую, все равно это появится на территории дополнительные деньги. Мы понимаем, что вот сбор потенциала – это то же самое. Сходность собираясь зарплаты на территории, что можно там собрать с земли, с леса, с предпринимателей, кто руками умеет, что делать, кто раньше делал. Это все, конечно, из дерева, из народных, из леса. В принципе, определить, кто бы надо было для школы, для садика. Каждый магазин должен быть обустроен по-современному. А это все руки человека. Это дерево, это все же цветники, сейчас скамейки, освещение, моего устройства, дорожки по тротуару. Это делают на месте. Кто это может делать? Школа заказывает, садик заказывает. Есть община, которая отвечает за садик, за школу, за магазин, за зону отдыха, за рекорд, за спортивную детскую площадку. И все это делают местные-местные. А варианты определяются, какие рестораны можно подключить, или это начало благотворительности от бывших. Но дальше, чтобы это переросло уже в экономику. И вот какое-то село, какой-то поселок так себя проявит в изготовлении цветников, скамеек, значит, управление фасадов, и это уже будет явиться бизнесом вот этой общины, которая будет продавать остальным населенным пунктам, тем же школам, которые находятся клубом на других территориях в своем районе хотя бы. А это уже доходы и в целом общины, и у кого-то появится это, может быть, как личный бизнес. Ну, вот такой примерный сценарий, план, вот как можно конкретно уже все реализовывать. Спасибо.